вот и все переходим дальше когда хотел снять установку оперативной памяти увидел такую штуку маленько мешает просто вот так вот итак нажимаем кнопку а Продолжение следует... Это третья часть шоу, моддинг. Итак, для начала мы отключаем все питающие провода, снимаем охлаждение центрального процессора и будем устанавливать вот такую вот штуку, называется, ну, для управления вентилятором, спидфан называется. Заказывал я ее на Алиэкспресс за 100 рублей примерно. Устанавливать ее будем примерно вот сюда вот. Сначала делаем мягкую, бесшумную подложку. Эти подложки идут с кулерами, которые идут с корпусом, но с этими кулерами не было. Я их также заказывал на Алиэкспресс за 150 рублей. Поэтому делаем для них вибропоглашающую подложку. И приклеиваем их на термоклей к радиатору. То есть термоклей выдерживает примерно 150 градусов и ничего отвалиться не должно. Во всяком случае у меня уже месяц компьютер работает и все без проблем. Вот такую вот штуку мы должны получить. Далее заменим стандартный 120-мм кулер на 140-й кулер. Он достаточно больше него и дует намного сильнее. Возьмем светодиодные ленты и делаем их на наш кулер 140-й кулер. То есть отмеряем нужную длину и отрезаем по метке. Лучше отрезать чуть меньше. Также хочу сказать, что лучше использовать масло для того, чтобы кулеры крутились лучше. Но не надо перебарщивать с ним. Далее припаиваем провода к нашей стадиодной ленте. Тут я, наверное, не буду комментировать. И проверяем. Одна у нас синим цветом светится. То же самое делаем с другой светодиодной лентой. Тут также обойдемся, скорее всего, без моих комментариев. И проверяем. Это у нас светится красным цветом. Далее приклеиваем эти светодиодные ленты к нашему кулеру. Так как он прозрачный, именно поэтому я стал использовать такую технологию. Хорошенько все заклеиваем, чтобы у нас ничего не отвалилось в процессе эксплуатации. Так же стоит проклеить контакт. И проверяем. Вот что получилось у меня, но вы можете использовать фонталь. 140-й кулер мы поставим вниз. И старый кулер от CPU-охлаждения мы поставим наверх. Далее хочу поменять светодиоды на охлаждении CPU. Сделаем синенький и красненький. То есть с одной стороны будут синий, с другой красный. Тут все просто. Вытаскиваем один светодиод, вставляем другой и припаиваем. Далее я сделал вот такую вот штуку из светодиодной ленты и проводов. Вот так вот оно светится, синий и красненький. Я мерил вот здесь вот, то есть расстояние по периметру. Мне сильно много не надо, поэтому я буду делать так, но вы можете сделать по-своему. Проверяем всю конструкцию. Все отлично работает. Далее устанавливаем все, что мы там начудили. Теперь у нас есть два кулера сверху, один сзади. Два кулера CPU и два кулера спереди. Ну и один кулер с блока питания. То есть вот так вот у меня расположены провода. Сейчас мы это все подпаяем и будет вообще все суперски. То есть вот эта вот коса идет от CPU-фана. Ой, от спит-фана. Первый, второй, третий и четвертый регулятор. Первый регулятор у нас регулирует кручение кулера CPU. Второй регулятор у нас регулирует включение кулеров на корпусе. Третий регулятор включения кулеров на передней панели. И четвертый регулятор это подсветка. Вот я все спаял, все заделал в термоусадку, то есть все в термоусадке, никакого короткого замыкания. Ну что ж, время проверки. Вот так вот это все светится. Можно регулировать. То есть регулируется практически все. Потом еще сделаю в дальнейшем включение и отключение полное. Ну вот передняя панель. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok